Дорогие мои родные, возлюбленные, рад вас видеть, что все живы, здоровы, как мы можем сказать, жив Господь и жива душа моя. Амин. Да, сегодня непростое время. И, вы знаете, уже много сказано было немножко и с моей проповеди, но я все равно немножко поделюсь. Непростое время. Война и у нас, и вообще в других странах. Но Господь дает силу прорываться, молиться. Горе не только у родных. И мы горюем, потому что есть и тоже, и у нас много потерь. И мы видели то, что даже не представляли в своем разуме. Много непонятного. Иногда думаю, ну, вроде мы молимся, вроде постимся из-за наших города. И думаю, что такие технологии у нас высокого уровня, и все-таки мы увидим промахи, упущения и правительства, и в армии. Ну, и, конечно, у нас есть свои разделения, проблемы. Я думаю, сегодня уже говорилось об этом. Я не постесняюсь сказать, что это на самом деле и суды Божьи, и это из-за всяких разделений, которые происходят между высшими эшелонами власти, между нами. И я верю, что Господь помогает нам осознать и понять, что вообще происходит. И сегодня и в вас затронул немножко, когда сказала Еремия, посмотрите на пути прошлые. И сегодня мы начали читать снова книгу Брэйшит. Сначала. И у нас начинается новое начало. Вроде новое начало, напряженки какой-то, но я верю, что победа будет за Господом. И мы в этом не сомневаемся. Господь, хранящий Израиля. И Писание говорит, кто касается Его народа, тот касается Его десницовка Его. Проблемы у людей были и были, есть и будут. И у нас тоже. Но я верю, что смотря на ту историю, которая написана у нас в Торе, в Танахе, в Библии, мы начинаем понимать и понимаем, что происходит сегодня, когда всегда что-то происходило с Израилем, когда они начинали поклоняться идолам. И вообще отходить от Бога, происходили войны, нападения на народы, народов на Израиль. И когда Израиль менял свое мышление, обращался к Богу, тогда опять приходило восстановление. Конечно, когда смотришь на те истории, которые происходили, даже Иешуа, вот он говорит в 13 главе про башню Шилах. Помните, 18 человек погибло, башня Шилахская упала. И вот здесь такие слова. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Шилахская, и побила их вино, у нее были всех живущих в Иерусалиме. И да, мы не можем понять, почему происходит и те, которые с Богом, которые без Бога, попадают под один уровень и погибают. Вот, но я хочу сегодня рассказать о том, моя тема «Не разочаровывайся в нем». Никогда не разочаровывайся, пусть Господь всегда с нами. И я могу рассказать много историй, которые прошел в своей жизни, и про моих друзей, и верующих друзей, и даже сильных служащих, которые упали, когда приходили какие-то проблемы в жизни. Я думаю, что Бог готовит нас вооружать, чтобы мы могли дойти до конца. Вы знаете, меня в церкви учили таких вещей, когда я только пришел, веровал, что будет всегда все хорошо. Только приди к Богу, зацепись за Него. Все будет прекрасно. Все будет, не будет проблем. Что Иисус уже все совершил. И знаете, если кто-то помнит песню такую «Все совершил, Он дал нам победу». Дьявол побежден, и смерть не властвует теперь. И это как бы такое воодушевление. Думаешь, все, я всегда наверху и никогда не буду внизу. Ну да, Господь искупил нас. Искупил все человечество. Но все равно почему-то, когда вот только пришел к Богу, почему-то сразу начались какие-то проблемы. Я думаю, у всех вы прошли какие-то вещи. Не только я один. Когда родные отворачиваются от тебя. Когда друзья отворачиваются от тебя. Даже предают те, которых ты, может быть, сам поднял. Вот, и помог в каких-то ситуациях. И вдруг они... Да, вон, все, крыса поехала у парня. Вот, но все, все равно. Господь каким-то образом поддерживал, вдохновлял. И я много прошел за свои 67 лет. И были проблемы, когда я служил в армии. Когда у нас проблемы были с Китаем. И за 30 лет с Богом Бог чему-то меня немножко научил. Научил любить, понимать, страдать. Когда молчать, когда говорить. Менял мой характер. Матер освобождал от каких-то нехороших привычек. И всегда люди ждали что-то хорошего от Бога. Но это тоже происходит. Но были разочарованы. У меня много раз в моей жизни были разочарования. И знаете, самое особенное, последнее было разочарование, через которое Бог меня поднял. Это когда произошла история с Максом. Когда он попал под аварию. Я не знал, что делать. Я думаю, что Юля прошла. Мы все прошли такое, что уже потеряли. Даже, может быть, сказать веру, что он выживет. Потому что врачи говорили так. Вроде молодой, мы не знаем. Будет ли работать после операции мозга дальше. Только будет известно, когда он заговорит, когда что-то будет проясняться. Но я там, в Рамбаме, когда сидел в гостинице, я орал и кричал. Говорю, Господь, да что это такое? Почему? Тем более только прошла у нас конференция в Израиле. Ой, в Караганде. И в Алматы, когда был Леон. И только я его проводил, он улетел сюда, в Израиль, уже прилетел. И вдруг такая история. Я не понимал, что. И он, когда прошел, Макс, несколько операций, и я не знал, что я спасибо Господу за вас, потому что многие там стояли, в реанимации молились и стояли в проломе. И это он живое чудо. И когда мне Господь сказал, отдай мне его, я не понимал. И когда я сказал, хорошо, я сдаюсь. И тряси какие-то такие слова, не разочаровывайся во мне. Я слышу тебя, я понимаю тебя. Когда я внутри успокоился, вдруг что-то стало происходить. Он быстрее пошел на поправку. Факт то, что мы переживали. А если смотреть на то, что вот сколько у наших родных, близких, у друзей погибли сегодня дети, как страшно это терять. Я тогда тоже говорил, Господь, забери лучше меня. Я хоть что-то в жизни увидел, но он же ничего не видел еще. Он только начал жить. И что-то поменялось. У меня был друг там, в Казахстане, лидер. Хороший служитель. И у него... Я просто несколько примеров из жизни приведу. И у него умер сын. Где-то, может быть, 18-20 лет. Из-за какой-то болезни, я уже не помню. И он разочаровался в Боге. Запил, упал. Сейчас я его даже не знаю, какая судьба его. Другой мой друг, он казах, у него жена наполовину еврейка, наполовину русская. Их сын вообще такой энергичный пацан. Я не помню, 3 или 5 лет было. И он сел в ведро эмалированное, знаете, такое вот 10-литровое, в которое налили кипяток для чего-то. И он спятился назад и сел в это ведро. И получил такие страшные отжоги. И через 3 дня умер. Это мы в субботу его похоронили. В воскресенье эта семья вышла на служение. И я подошел к этому брату, говорю, я не понимаю. А он говорит, ты знаешь, Бог дал, Бог взял. Что я могу сделать? Это Бог. Я не могу объяснить каких-то вещей. Но это так. Поэтому Бог остается неизменным. Это правда. Что бы мы ни делали. Я знаю, что он любящий, многомилостивый. И терпеливый. Сколько он нас терпит. Сколько мы всего выделываем. Но он учит через эти вещи нас. И вот сегодня затронул Влад о науке. Но я вам скажу, наука до сих пор не может объяснить ни прохождение Вселенной. Ни удивительные вот эти законы, которые Бог дал на земле, что вдруг все так. Восходит Солнце, заходит Луна. Все планеты на каком-то уровне находятся. И они до сих пор ничего не могут объяснить толком. Наука до сих пор не может объяснить происхождение ДНК, которое происходит в зачатии. Но смотря на то, что происходит это изверство, у них уже в ДНК было это. Потому что их с рождения учили поколениями с поколениями уничтожать. Этот дух Амалика, который у них был с самого ДНК еще оттуда. И нам этого, может быть, тоже до конца не понять, но это факт. Но это не главное то, что я хочу сказать. То, что мы, когда отворачиваемся от Него, Он совершает какие-то вещи. Сегодня я хочу воодушевить, не отворачивайтесь от Него. Бог дает нам силы, Бог дает нам все необходимое. Это тот же Бог, который предупреждал нас о наказаниях, о судах. И даже Ешо говорил перед своим распятием в Иоанна. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне шалом. В мире будете иметь скорбь». То есть скорбь – беды. «Но будьте мужественны. Я победил мир». И тот же самый Бог говорит в Священном Писании. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закону этого». Но я знаю, что мы увидим верность Бога. Бог верен. Мы не верны, не всегда верны. Писание говорит, «Все согрешили, лишены славы Божьей». Но я знаю, что он верный Бог. Я знаю, что он… Я обещаю вам, честное слово, вы увидите эту его верность. И со временем мы увидим это. Но я знаю одно очень то, что вокруг этот мир, обстоятельства и дьявол могут уничтожить нас, если мы не держимся за него. Многие падают. И сегодня мы видим разбитые семьи. Мы видим, сколько у нас упало. И я честно хочу сказать вам одну вещь, что во многом мы будем разочарованы. Иногда, может быть, даже разочарованы в общине. Может быть, разочарованы между друг другом. Может быть, даже разочарованы будем в пастыре и в лидерах. И это факт. Но Бог не разочарует нас. Это я вам точно говорю, никогда. Главное, чтобы мы в темное время не теряли веру, не отступали от него. Я сейчас хочу еще одну историю рассказать. Буквально недавно, перед самой войной, за 2-3 дня мы встречались с нашим другом. У него семеро детей. И его жена умерла. И он был в отчаянии. В большом отчаянии. Где Бог? Он задавал вопросу. Почему, почему, почему? Мы много тоже задаем такие вопросы. И он рассказывал о том, говорит, я ее так сильно люблю. А знаете, что говорят иногда верующие? Всего блага, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Он говорит, какое благо! У меня человек ушел, которого я так любил. У меня семеро детей. Еще есть маленькие, которых мне нужно поднимать. Да, я молод. Но я хочу понять, что у нас еще впереди могла быть большая-большая жизнь. А кто-то вдруг сказал ему, ну, ты знаешь, все равно человеку нехорошо быть одному. Бог тебе приведет еще жену. И знаете, что он сказал? Он говорит, зачем? Я не понимаю, зачем Богу вот эти шахматные игры? Взять у меня ту, которую я люблю, и дать мне какую-то другую, которая, я не знаю, как будет относиться к моим детям? Будет ли она мне поддержкой или нет? Да, говорит, я могу успокоить свою мужскую похоть, но это мне ничего не даст в жизни. Я хочу понять Бога. Я не мог ему ничего ответить. Не мог. Я говорю, знаешь, я не знаю. Но мы не имеем права разочароваться в нем. Мы не можем объяснить всех-всех тех ситуаций, что происходит между нами, в нашей жизни, между народами, между этим, хотя он говорит, в последние времена будут тяжкими. Но он говорит, давайте, дойдите до конца. Потом вы увидите радость. Придет время. И, знаете, я в псалме посмотрел за то, что плач может длиться всю ночь на самом деле. Но придет на утро радость. Придет эта радость. Но нам нельзя внывать. Это то толкает нас, чтобы мы могли поддерживать друг друга. Заботиться о друг друге. Не заклиниваться на своем, что у меня вот и все. Он говорит, давайте дастся вам. Он знает о тебе все, обо мне все. И он видит нас насквозь. Но я знаю, что он верен. Я не хочу много еще говорить. Но еще раз скажу, никогда не разочаровывайся в нем. Держись за него. Потому что Отец так возлюбил тебя, меня, весь мир, что отдал Иешуа за каждого из нас. Чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Я хотел прочитать из Колесиаста. Как раз во время что читали эту книгу. Я хочу прочитать двенадцатую, последнюю главу и последнюю стихию. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно или худо. А в Луке он говорит, будьте бдительны, постоянно молитесь о том, чтобы вам хватило силы избежать всего, что случится. И потом стоять в присутствии Сына Человеческого. Господь говорит, а вот все мои, слышат голос мой. И то, что сейчас происходит, для того, чтобы мы услышали, поняли, стояли в проломе за эту землю, за наших ребят, за наших детей, за наших внуков, которые воюют, за наших друзей, которые там. еще раз повторюсь, не разочаровывайтесь в нем. Он никогда не оставляет нас, Он это обещает. но Он хочет, чтобы мы поменялись. Все, что происходит, это из-за того, что Он дал свободу воле человеческой. И человек довел до такого, что происходят такие вещи. Но нас Он избрал для того, чтобы мы совершили победу. Победу в своих характерах. Победу в том, чтобы научиться любить. И даже сегодня говорят, как? Господь говорит, любите врагов ваших. Но вы знаете, вот именно наши солдаты проявили любовь к этим же, которых арестовывали, которых ловили. Тут же давали им бутерброды, воду. Не так, как поступали они. И это тоже проявление любви. Хотя бы я, может быть, я не знаю бы, как бы поступил. Просто, может быть, сорвался и по-человечески их просто грохнул бы. И все. Но они тоже люди, которые не понимают, что делают. Отец, я молю Тебя, Господь, о милости к нашим ребятам. Молю Тебя, Господь, чтобы Ты сохранил и Твоя кровь на нас, на детях наших, Господь. Пусть это время приведет к тому, чтобы народ Израиля понял, пришел к покаянию. Не просто так, как прошли они сейчас в Ёмки-Пур. Покаялись, а на сегодняшний день начали жить так, как жили. Я прошу, прошу Господь, чтобы пришло искреннее покаяние. Дай мудрости правительству. И мы видим, как уже разделение обратилось в единство. И пусть это сохранится, Господь, в мире, в шаломе. И чтобы было правильное решение, чтобы в дальнейшем у нас больше не происходили никакие такие истории. Баше Мишуа Миши, помоги нам верить, доверять Тебе, идти за Тобой и не ослабевать. Баше Мишуа Миши. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok